приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я хочу рассказать вам кое-какие фишки это будет в виде советов которые я надеюсь помогут вам если хотя бы один совет вам пригодится то ставьте лайк пишите комментарии я буду очень рад начнем оказалось бы с простого но очень часто бывает в этой игре люди садятся за какое-то укрытие и просто там сидят думаю что все контролируют а на самом деле все что они контролируют это только маленький клочочек земли перед собой и по сути все так делать ни в коем случае нельзя движение это жизнь следующий совет не такой простой как 1 но все же его нужно знать если вы находитесь без укрытия враг находится в укрытии это не значит что у него есть преимущество преимущество есть у него тогда если вы не знаете где он вылезет или даже не догадываетесь если он вас обманул значит у него есть преимущество но если у врага есть укрытие но при этом при всем он вас не обманул то преимущество у него никакого не если вы заранее будете зацеливать то место где вылезет враг таким образом никакого преимущества у него не будет поскольку чтобы ему вас пострелять ему все же все равно нужно вылезти из укрытия таким образом получается что во время перестрелки никто в укрытии не находится но если допустим вы заняли укрытие а враг вас зацелил что же нужно делать ну как я уже сказал его нужно еще обмануть потому что если он смотрит на вас голову ему в прицел высовывать смысла нет поэтому нужно с разных сторон его раскачать либо же отойти назад и обойти сбоку все очень просто следующий совет казалось бы простой но очень часто вижу как люди просто если по ним ввести огонь они тупо ложатся там где и бежали даже не пытаясь понять где находится враг откуда по ним ведется огонь если смысл ложится или нет если по вам ведут огонь вы не знаете откуда лучше двигайтесь хаотично и пытаясь обмануть врага если вы не слышите откуда по вам стреляет значит это очень далеко но зайдя за укрытие тоже не останавливайтесь а двигайтесь пока не поймете с какой стороны по вам стреляют следующее не нужно недооценивать сковороду даже если один раз кто-то попадет по сковороде это может спасти вам жизнь если вы любите играть складе или в дуо следующий совет поможет вам меньше подгорать играю вместе с друзьями старайтесь держаться друг от друга хотя бы на небольшом расстоянии потому что вы будете друг другу мешать подпирать и часто будете друг из-за друга умирать но не только из-за этого нужно держаться на расстоянии также очень часто вы будете телепортироваться и просто будет лагать когда будете друг до друга дотрагиваться это крайне неприятной и телепорты очень жесткие когда дотрагиваешься до кого-либо следующее что хочу вам посоветовать это научиться стрелять по голове это конечно будет сделать не просто но нужно просто начать тренироваться рано или поздно зависимости от изначального вашего скилла вы научитесь попадать по голове нужно пристреляться и понять насколько брать упреждения насколько нужно взять выше чтобы попасть в цель и научиться пользоваться пристрелкой все это конечно очень интересно и стрельба со снайперок очень увлекательная поэтому рекомендую вам потренироваться если вы еще не научились со снайперок стрелять то вы очень многое упустили в этой игре очень легко научиться по стоячим врагам стрелять но когда вы убиваете на ход то это просто жесть и и и Также немаловажно будет знание позиций, изучение карт, местности и знание кое-какого паркура, как куда залезть. Это очень часто будет вводить врага в заблуждение. Они вообще не будут понимать, что происходит, как вы их убили, ну и вообще капец. Также, когда игра выйдет в релиз, там будут паркуры. И с этим паркуром позиции таких интересных будет еще больше, поскольку персонаж сможет немного выше забираться, чем сейчас, когда он может просто подпрыгивать. Следующая сложно. Если враг находится за укрытием, он по вам стрелял, но вы не знаете, где он. Его нужно выманить из укрытия своей жопой, а потом молниеносно убить. В некоторых ситуациях, особенно в конце катки, врага можно обмануть. Кинул какую-нибудь гранату или пострелял куда-то непонятно куда. Враги иногда теряются или агрятся на вас. Тем самым их можно отвлечь, обойти и тем самым убить. А если это в конце катки, то это вдвойне прикольнее. Да. Он, кстати, повелся у нее. Следующий и последний совет это когда вы не успеваете в зону, все плохо, друг упал, то можно зарепстить все оставшиеся аптечки, всунуть в одного более-менее живучего и просто на аптечках добраться до зоны. Попутно собирая аптечки с трупиков, ну и заранее хились, чтобы добежать. Желательно еще бежать на энергетиках. Также, если друг нокнутый, пока он валяется, можно его вообще не поднимать, а друг тем более может еще и скинуть свои аптечки. Подойти к нему, подобрать их и просто бежать. Тем самым хотя бы один из дуо или склада может добраться до зоны и продолжать сражаться за победу. С вами был Варчик. Играйте красиво. Если хотя бы один совет вам помог или понравился, ставьте лайк, комментарий пишите и возможно что-нибудь интересное посоветуйте мне. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok